Здравствуйте! В эфире программа «Время здоровья» в студии Ольга Алексеева. Всемирная неделя борьбы с глоукомой в этом году выпала на начало марта. С 1 по 6 марта будут проходить мероприятия, посвященные этому заболеванию. Главная цель – привлечь внимание людей. Ведь мало кто знает, но глоукома – одна из ключевых причин возникновения слепоты. Итак, знакомьтесь, у нас в гостях Горбунова Надежда Юрьевна, заведующая отделом хирургии глоукомы МНТК «Микрохирургия глаза», заслуженный врач Чувашской республики. Здравствуйте, Надежда Юрьевна! Добрый день! Горбунова Надежда Юрьевна, доцент курса офтальмологии Института усовершенствования врачей Минздрава Чувашии, специализация хирургии глоукомы и катаракты. Так что же такое глоукомы? Что это за заболевание? Расскажите нам. На Руси это заболевание называли болезнью грязной воды. На самом деле это целые симптомы комплекса, это несколько болезней, для которых характерно периодическое либо постоянное повышение глазного давления, которое, если оно не контролируется, приводит к гибели зрительных волоконов. И в условиях, если это заболевание не лечится, в конечном итоге приводит к слепоте. То есть это скорее возрастное заболевание, да? Это заболевание может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения при определенных условиях. Но, конечно же, чаще всего возникает у людей более старшего возраста, после 60 лет. Это заболевание встречается в несколько раз чаще, в 7-10 раз чаще, чем у более молодого населения. К сожалению, болезнь до поры до времени никак себя не проявляет, тем и коварно это заболевание. Существуют две формы – открытоугольная и закрытоугольная форма глаукомы. И они проявляются по-разному. Если открытоугольная форма глаукомы никак может себя не проявлять, ну, за исключением, может быть, периодических мушек каких-то перед глазами, какого-то дискомфорта, может быть, ламуты какой-то. При уже вдалеко зашедшей, в развитой стадии глаукомы могут появиться сужения поля зрения, которые уже человек замещает, либо полная слепота, которую чаще всего он замечает совершенно случайно. Закрытоугольная форма глаукомы, которая может появляться болями, с периодическими дискомфортом, она не менее коварна, так как болезнь очень часто маскируется под мигрени, под заболевания лорорганов, и поэтому очень часто наши больные длительное время находятся под наблюдением врачей смежных специальностей. То есть сами не понимают, что происходит? Сами могут не понимать, и болезнь запускается, и к нам уже пациенты попадают в далеко зашедших стадиях глаукомы. Да, можно вылечить заболевание? На каких стадиях можно вылечить? Если вот к вам обратиться, пройти вовремя? Ну, прежде всего, конечно, для успешного лечения этого заболевания необходима ранняя диагностика. Это самое главное. Если пациент обращается к врачу, он получает то необходимое исследование, которое нужно для установления диагноза глаукомы. Это и проведение визометрии, то есть проверка остроты зрения, это проведение тонометрии, то есть измерение внутриглазного давления, которое, кстати, у большинства людей, оно одно и то же в течение всей жизни. Если вы знаете норму своего глазного давления, это вам поможет в будущем. Это проведение периметрии, то есть исследование поля зрения, которое позволяет выявить дефекты в поле зрения, которые человек не может сам заметить. Ну и есть более точные методики исследования, которые позволяют уловить самые ранние изменения в зрительном нерве, такие как оптическая когерентная томография зрительного нерва, это проведение других поличувствительных методик. То есть нужно обязательно обратиться, прийти, потому что так заметить, диагностировать без специального какого-то оборудования невозможно. Совершенно верно. Глаукома – болезнь, которая не имеет одной единственной какой-то причины, а только комплекс каких-то факторов риска, которые в последующем могут реализоваться в болезни, вот наличие вот этих факторов риска у пациента и определяет необходимость обращения пациента к врачу. И ранняя диагностика этого заболевания – это залог успешного лечения и сохранения зрения прежде всего. Какие факторы риска существуют? Когда нужно обратиться? Очень хороший вопрос. Зная факторы риска, конечно, каждый может обратиться к врачу и обследоваться на это коварное заболевание. Фактором риска относится прежде всего повышенное глазное давление. Во-вторых, это если есть глаукома у ваших ближайших кровных родственников. Глаукома у таких пациентов возникает в 6-10 раз чаще. Это, конечно, старшая возрастная группа, старше 6-10 лет. Это обязательно на глаукому должны обследоваться пациенты с близорукостью либо с дальнозоркостью, независимо от степени близорукости либо дальнозоркости. Это пациенты, которые склонны к вазоспазмам, то есть пациенты, у которых есть какие-то сосудистые нарушения, типа мигрений, типа болезни рейно, это какие-то колебания артериального давления как в сторону повышения артериального давления, так и в сторону понижения. Это пациенты, которые имеют сахарный диабет в анамнезе, пациенты, которые наблюдаются у эндокринолога на приеме. Сколько процентов от населения в Чувашии у нас в этой болезни? Ну, в абсолютных числах я вам скажу, вот по последним данным 7300 человек у нас обращалось к врачам, и им был выставлен диагноз глауком. То есть это не только те, которые... За какое перерасыл? Это абсолютное количество за последний год. Если говорить о том, если говорить о впервые выявленных глауком, это порядка 800 человек в Чувашии. Это достаточно широко. Это немало, да? Это немало, потому что считается, что один человек из тысячи в возрасте старше 40 лет ежегодно заболевает глаукомой. Это немало. Не надо забывать, что глаукома – это болезнь, которая об руку ходит еще и с катарактой. И очень часто, если мы вовремя не соперируем катаракту, это тоже может вызвать повышение глазного давления. Поэтому хочу сказать, что и оперативное лечение катаракты вовремя является профилактикой развития глаукомы. На сегодняшний день для жителей Чувашии существуют льготы как для лечения глаукомы, которое может быть проведено в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Если вы планируете опереться платно, то для жителей Чувашии операция катаракты сейчас тоже стоимостью снижена на 20%. То есть это очень выгодно сейчас обратиться. Да, для жителей Чувашии у нас, в общем-то, открыты возможности большие. Главное не затягивать операцию. Да, хочу сказать, что в нашем филиале примерно одна треть пациентов, которые оперируются по поводу глаукомы – это жители Чувашии. Надежда Юрьевна, можно ли вылечить все-таки глаукомы? Насколько поддается лечение это заболевание? Когда мы говорим о лечении глаукомы, мы не ставим вопрос вылечить ее совсем. Разговор идет о том, чтобы стабилизировать эту болезнь и сохранить пациенту зрение на всю оставшуюся жизнь. На сегодняшний день единственной доказанной стратегией лечения глаукомы остается снижение треглазного давления. Этого мы добиваемся тремя способами. Либо это медикаментозный путь, либо это лазерная хирургия, либо это оперативное вмешательство. И на сегодняшний день, конечно, огромное количество гипотензивных препаратов существует, которые вам может подобрать только доктор. Лазерные вмешательства позволяют эффективно снизить треглазное давление, улучшить отток треглазной жидкости на ранних стадиях. Однако на более продвинутых стадиях заболевания все же мы рекомендуем хирургическое лечение. Но с учетом того, что все оперативные вмешательства, которые проводятся на сегодняшний день, они отработаны, они малотравматичны, как мы говорим, микроинвазивны. Практически их можно выполнять в амбулаторных условиях, но поэтому их можно провести и на ранних стадиях. И они позволяют стабилизировать глаукомные процессы, сохранить зрение на длительный-длительный срок. Не надо бояться операции, потому что на сегодняшний день... А само слово «операция» уже как-то называется, да? Да, не надо этого бояться, потому что все технологии отработаны, и они работают, они эффективны. Какие мероприятия? Вот неделя проходит с 1 по 6 марта неделя борьбы. Какие мероприятия запланированы в вашем центре, возможно, или педащик? Ну, с учетом... Мы, естественно, что мы постоянно проводим школы глаукомного больного. Вот одна из таких школ пройдет 6 марта в конференц-зале первого этажа МНТК в 16 часов. Приглашаем всех желающих без предварительной записи. Спасибо вам большое за беседу. Дорогие зрители, чем раньше, тем лучше. Поэтому приходите, пожалуйста, обращайтесь. И напоминаю, что вы смотрели программу «Время здоровья». С вами была Ольга Алексеева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова